Добрый день, дорогие друзья! В эфире, как обычно, лучший канал на просторах всего ютуба под названием Путешествия Тойко. И мы сегодня опять находимся в Ирбинске. Казалось бы, что здесь смотреть? Но, оказывается, здесь еще есть лошадский бар, в котором находится лошадская усадьба, которую прямо сейчас мы с вами сейчас не посмотрим, не перепечатить, будет интересно. Поехали! История лошадской усадьбы начинается с 16 века. Тогда эта земля принадлежала Василию Толочинскому, а с 1557 году она начала принадлежать князьям Друдским. Сам именно лошадь по лошадскому парку и по Липовой аллее любил прогуливаться белорусский писатель Винцент Дунин Марцинкевич. В 2014 году были завершены работы по реставрации усадебного дома. Восстановлены архитектурные элементы, фрагменты живописного декора, лепнина, уникальные изразцовые печи и камин. Внутри усадебного дома сейчас располагается музей, который прямо сейчас с вами мы и посмотрим. Можно посмотреть интерьер некоторых комнат. Вот такие вот комнаты находятся. Вот музей, в который можно так и походить. Ну, правда, это все плавно. А рядом с усадебным домом находятся приусадебные флиги, в котором раньше жила прислуга. То есть всякие прачки, посыльные и так далее. Ну что ж, а также в Савельном парке река Лоша, которая, вы видите, сейчас впадает. В реку Свислочь. Она находится вот здесь. А на ваших экранах вы видите руины каплицы, построенные прушинскими в XVIII веке. Ну, а также имеется табличка. А вот так вот вы можете видеть, как она выглядела раньше. А сейчас мы с вами спускаемся на набережную, где находится Ротонда. А вот и набережная. Здесь вот протекает река Лоша. Вот она вот так вот течет, течет, течет. И там вот она впадает в реку Свислочь. Кстати, имеется вот даже островок, где можно туда пройти, отдохнуть, посмотреть. На том берегу быстрее всего это руины винокуриного завода, которым музей в Савельном доме показан на многих картинках. Да, вот нормально вот так вот пройтись. Здесь находятся и такие вот небольшие аллеи, и фруктовые сады и так далее. То есть, если так вот отдохнуть, типа вот такой вот меньшаном, да, такой вот городской суеты, то можно здесь пройтись, посидеть, отдохнуть и так далее. Вот такие вот здесь, в этом лошадском усадебно-парковом комплексе имеются аллеи, в которых так вот можно спокойно пройтись, прогуляться. А здесь находится участок Яблонево сада, в котором когда-то работал известный биолог Вавилов. Я думал, здесь много часов, а здесь оказывается только одни часы, потому что мы с вами находимся на площади часов. Циферблат находится и с другой стороны часов, а так как называется эта площадь часов, то, судя по всему, наверное, все остальные часы, наверное, невидимые. Ну что ж, дорогие друзья, меньшане, если кто нас смотрит с Минска, кто увидел свой дом, ставьте лайк. Там дальше протекает река Свисович, а здесь по картам показано, ну, ничего не показано. Я думаю, здесь быстрее всего какая-нибудь, ну, типа наподобие Старицы. Это, как называют, старое русло реки. Возможно, это было. Короче, мы сейчас с вами идем по какой-то велосипедной дороге. Мы уже с вами идем к выходу. Какой-то для велосипедистов какой-то серпантин сделал. Вот, смотрите, вот так вот она тупо увеляет. Вот так вот. И я так с вами сейчас иду. Вот. Вот она идет вот так, потом вот так вот поворачивает. Ну, вот и все. У нас такая получилась небольшая прогулка по усадебному парковому комплексу Лошадский парк. Конечно, я... Тут надо ходить часами, чтобы увидеть это все. Много еще с вами еще не посмотрели, допустим, руины, миниции постройки 20 века и многих других интересных мест. Ну, а с вас, как обычно, лайк, подписка, колокольчик. Всем удачи. Берегитеся. Пока-пока. До новых встреч в эфире. Субтитры сделал DimaTorzok